Так, всем привет! Всем привет! Ждём, пока все подключаются. Всем привет! Так, всем шалом, 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 хак, суккот, санэх, с праздником! Я сейчас говорю не совсем с привычного места, но я хотела выйти в эфир. Я нас всех поздравляю с праздником Суккот. И тема нашей с вами сегодняшней встречи это как можно давать деньги бедняку, если сам Всевышний его создал нищим? Почему мы вообще должны ему давать деньги? Да, это наша такая интригующая тема, чтобы вам было интересно со мной продолжать эфир. И в продолжении я скажу о том, что мы с вами празднуем Симхат Бета Шуэва. Это праздник, который мы празднуем в Суккот. Праздник возлияния воды на жертвенник, да? Теперь вопрос, почему вода удостоилась того, чтобы её возливали на жертвенник? Когда Всевышний творил наш мир, он сказал, и будет небосвод. И этой фразой он разделил нижние воды и верхние воды. Тогда нижние воды, в свою очередь, начали жаловаться и говорить Всевышнему, нет, но мы хотим быть возле тебя, ближе к тебе. Почему ты нас в самый низ отпустил? Зачем ты так делаешь? И тогда Ашем сказал этим водам, в заслугу того, что сейчас вы опускаетесь, вас будут поднимать святости, доставать из вас искрой святости. Каким образом? Праздник Симхат Бета Шуэва вас, именно вас, нижние воды будут возливать на жертвенник. То есть у вас будет спуск ради подъема. Кстати, не напоминает нас с вами, люди, мы спускаемся в этот мир ради подъема, который мы потом с вами совершим, да? Так вот, продолжая тему воды. И когда мы берем воду и возливаем на жертвенник, когда был храм, понятно, то это разрушает преграды. Мы эту воду поднимаем, и она как бы смешивается с этими верхними водами, да? Она наконец-то выполняет свою цель. Теперь, так вот, значит, праздник Бета Шуэва – это праздник того, что нам нужно разрушать все преграды, все ограды, все смешать полностью. А что еще нам помогает разрушить все ограды? Веселье, радость. Когда мы счастливы, нам вообще не важно, кто на нас смотрит, как на нас посмотрят. Мы хотим танцевать, мы будем танцевать, мы хотим петь. Нам все равно, как на нас посмотрят. И в этом вся прелесть радости и веселья. То, что она расковывает все цепи, замки внутри, да? Ты делаешь все, что хочешь, и ты, в общем, все свои ограничения даже в голове радостью, ты их просто бум, уничтожаешь и все. И это то, почему в Симхат Бета Шуэва нужно радоваться, потому что мы эти все рамки, мы их разрушаем. Теперь, к чему здесь был вопрос по поводу бедняка, когда Всевышний, почему мы должны помогать бедняку, если Всевышний создал его нищим, почему мы должны нарушать волю Всевышнего, ведь Творец так создал. И тот же вопрос, почему мы должны поднимать воды священным образом, поднимать их наверх, если Всевышний создал так природу. Зачем мы должны это делать? Это очень хороший вопрос. И сказано, что Ашем, он делает спуск ради поднятия, а когда мы помогаем какой-то вещи подняться, то мы не мешаем Всевышнему в его творении, да? Мы, наоборот, помогаем ему скорее добиться этой цели. Поэтому, когда мы поднимаем бедным, помогаем бедным, да, мы поднимаем их на еще уровень с нашей помощью, помыслы Всевышнего достигают своих целей, да? Когда мы радуемся, мы рушим эти ограды, и уже цели Всевышнего, они достигают своей точки, своей точки. Поэтому радуемся сейчас. У кого плохое настроение, пожалуйста, улыбайтесь. Это такое сейчас время, когда вы можете радостью поменять всю свою жизнь. Реально радуемся, веселимся. Включаем видеоклип, который нас радует. Мы можем смотреть мой эфир, который нас радует, да? Выйдите к любимым людям, обнимите их, скажите, что вы их любите. Просто сделайте приятным и вечер, и каждый день друг другу, и себе. Вот, а мы идем гулять. Вот, поэтому я вас всех обнимаю. Я очень-очень рада быть с вами всеми здесь. Спасибо за мои минутки радости. Всем хак с Амеа. И я вас всех обнимаю.